много пробежимся по прилавкам большое количество кранов металлических так ножи ножи представлены у них это вроде как похоже на джера здесь точно джера здесь точно джера стоит 27 евро плюс-минус у нас так в украине и стоит и вот такой вот китайский нож почему-то с павиком сотрудничает на их ней ножи 12 вольтовый не используют пытались узнать почему пожимают плечами так разнообразная фильтра что тут еще что порадовало глаза вот перепакованный рефрактометр тоже то есть такой же китайский рефрактометр dc стоит 80 евро то есть у нас в украине стоит приблизительно 900 гривен и 80 евро если мы можем там на три ну где-то две с половиной тысячи до 900 гривен и две с половиной тысячи и есть французский все что французская очень высокого качества они очень парятся за свое качество и как бы этим гордятся 390 евро так 390 евро только сейчас подумал это почти почти 8000 гривен так облетники в к маток у них не принято продавать у них больше продаются как у нас называется пчелопакеты то есть 5 рамок у самой компании здесь в округе для тестирования инвентаря находится около 500 семей так солнечные воскотопки сделаны с нержавейки 490 828 евро так наши любимые 6 рамочники то есть да есть из pps только небольшие это видать них не может их не сейчас просим но стоит 48 евро давайте посмотрим чего состоит так верху кормушка сейчас я положу телефон открою неудобно одной рукой так кормушка а это немцы видели мы такой полным по моему это не немцы 3 6 рамочным так в одежде одежда вот что-то что оказалось все вся белого цвета топливо для дымарян вот есть планах и у нас такой завести вот по упаковочке говорят около 10 миллионов крышек продают в год вот такие вот красивущие 14 евро центов на ребят цены тут смотрите но цены страшно подумать франция дико дорогая даже неожиданно что неожиданно высокие цены говорят 10 миллионов крышек продают и около трех миллионов баночек продают сироп стоит интересно а это кормушка дармушка до обработана воском но это вообще типа вверх вверх чистоты то есть дармушка не пластиковая дерево сколько стоит посмотрите если пластиковая стоит 17 евро а вот и прайс 90 так крыши крыши вот у них популярные есть такие модели домики то есть есть ровные да но есть его домики у нас уже давно нигде такого не видел красный очень дорогое но вот магазин стоит он здесь здесь прайс есть до магазин стоит 75 евро очень дорогое но очень долголетние заказывают улья в румынии и болгарии цена 25 15 я же говорил вот спорили со мной спорили со мной а теперь в этом доказательство крыша просто сверху девается и ложится какой-то утеплитель я видел и войлок и видел и ппс проваренные чтобы не вытекала чтобы долговечностью ну не протек чтобы не раз дерево не в себя не в этот не гнило да еще один момент у них вот для разделения то мы в первой части уже показывал вот используется чаще вот такие вот штуки соответственно и долговечность улья увеличивается улья варим доставай все читай дно что-то типа нашего таки альпийского тоже небольшой следующий более тут полки более декоративные здесь упаковка разное разнообразные сумочки брендированные наклейки вот такие от рамочки для сотового меда такого плана есть у нас украинен 67 евро центов вот рамки как упакованы поэтому надо стремиться и нам несколько вариантов пчелоудалители такую звездочку не видел звезда стандартная ромбус маленький такой пчелоудалитель так опять-таки осоловка шерстни ловка не помню может повторюсь первой части снимали пару дней назад и и поэтому очень большая проблема с шершнями у них в 2004 году завезены были шершни по-моему азиатский шершень называется азиатский шершень который убивает пчел потери колоссальные и сейчас он очень быстро распространяется и они как-то пытаются с ним бороться вот так что не дай бог чтобы нам еще этого паразит не пришел в украину так 100 мест стамесок несколько видов вот кстати тоже у них у нас магазине такая есть штука ссылочку оставлен в описании это скребок для очистки рамок вот так выглядит ловушка для шерстней стоит такое удовольствие 1170 до дыма ри ребят тут прошу в обморок не падать но дыма ри вот такие качественные в 30-40 евро ну мы самый дешевый но темный мех стоит 13 евро сама димшо быть это здесь 20 евро по моему оцинкованный да вот 20 274 цены конечно кусается кусается это мягко скажем так здесь небольшой отдел мотководства называется не плитка палочки так представлен только не кот кстати интересно как соединены мисочки мисочки упакованы по 100 штук у нас по 110 маркер поско используют и краску такую обычную разливают интересно вот про компанию не кот не кот не очень хочет заниматься продажами поэтому строить свои продажи через дистрибьюторов вот мы закупаемся у тома есть еще иска сейчас так вот такие кассеты вот не кота есть вот такой вот предложение честно говоря полистая положу них на сайте не пойму принцип работы хранение клеточек в рамке вот но разберусь если что оставлю комментарий вот тоже штука интересные скобки скобки для фиксации проволоки ну то есть у нас гвозди гнется здесь уже сразу готовый также магазине представлена французского производства по моему вот такую штуку на выставке мы показывали определитель влажности пульцы 650 евро ремни для стяжки то есть ну сравните у нас по моему он порядка 50 55 гривен полустой здесь ремень так точно такой 18 евро штиль пожалуйста воздуходулка здесь свечи веревки для свечей то есть но вы знаете да в европе это очень популярно у нас только сейчас начинает набирать популярность разные формы силиконовые для свечей так ну мыло игрушки какие-то упаковка для чего-то полотенце так это такое нас не интересует вот такие вот вылочные матрасики разные утепления наверх да кстати используют но сетка так решеточки знаем их то и где и делают это с точно не франция но какой-то стоит логотипчик возможно под заказ сделаны цена вот 8 8 евро есть какая-то решетка только она обрезана причем это со всех частей обрезана так решетки не код ребят кто говорит что дорогие у нас смотрим розницу почему 4 евро пожалуйста 12 рамочные 425 на 510 до их полу три вида насколько я помню в украине два вида уж один вообще-то не пляшет под наши стандарты так так летковые заградителей очень маленький выбор под отстали фумигатор фумигатор уже какая как французы начиная разговаривать то есть демпушка это вы показывали первой части то есть сублиматор сублиматор ну и вот так вот это и 5 супер приманка вот и выбор весь по препаратам воротестер кстати дал очень очень быстро набрал популярность и у нас в магазине есть продажа лосоневский ссылку оставлю под видео просто успеваем закупаться очень классно популярная штука лосоня чуть-чуть он модернизирование получше так вот еще тоже к интересная штука для обработки разных паразитов саду скобы скрепки но здесь больше краска сказать ничего проволока 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 нержавейка 250 грамм стоит 50 центов так декристаллизатор андрей разобрался и хочет теперь завести нам магазин его да декристаллизатор можно регулировать то есть есть специальные крепления по высоте чтобы регулировать высоту декристаллизатор то есть так то есть за ночь сама сказал шикарно так кто хочет такой декристаллизатор пишите или заходите по ссылке на сайт принципе весь товар можем привести в украину поэтому кому интересно обращаем конец то раскрыл раскрылась история что это ста штука это для если мед сильно влажный влага удалитель грубо говоря как работает надо посмотреть где-то в интернете но очень много людей постоянно за него и у многих компаний что-то такого плана всегда всегда есть по отстойников то что я вам рассказывал вот начинаем с пи сети и здесь выше то есть здесь просто отстойник кран вот такой вот интересный то есть для удобства открывания вот и есть у них еще такие вот разогревалки то есть этот отстойник если закристаллизовался ставится сюда то есть у нас как обматывается до декристаллизатора здесь ставится сверху и так декристаллизируется так ребят вот тоже думал что это улей из ппс но оказалось что французы не вообще не пользуются никакими пластиками ппс только только пользуются деревянными вот и это мы думали что это вот типа улей антиваратозный то есть где дно греется это оказалось все просто это декристаллизатор сюда помещаются рамки сделала форме улья внизу под сеткой тены помещаются рамки и то есть растапливается и разогревается ну это них не специализация то есть они больше по линиям говорят что то есть в основном у них или радиальный вот или смешанный но не поворотный то есть если это не радиалка какие-то кассеты стоят она не поворотная вообще у них нет поворотных медагонок так а вот вот павик делает для французов дома доволен довольны их ним качеством вот заказывает у них такие распечатки пользуются популярностью то есть вот можем если захотим юрий михалыч вам привет леонеля вот подошли к этой красивой крошки подведем краткий итог ребят очень выдушевлены этой поездкой воодушевлены тем что европейцы видят нас перспективу говорят вы молодцы у вас все получится вот модернизируйтесь укрупняйтесь вот они видят перспективу нашем рынке говорят что проходили этот путь уже то есть лет пять назад и сейчас всего лишь три процента пчеловодов делают 50 процентов объема производит 50 процентов объема всего меда во франции французы очень хотят продавать свои линии в украину мы им объяснили что пока для нас это очень дорого он говорит ничего страшного придете к этому то есть максимальная механизация и облегчение труда то есть снижает себестоимость меда и вам тоже будет выгодно производить мед и держать содержать очень много ульев вот и наш мед экспортируется во францию и он очень похож по вкусовым качествам поэтому то есть также они видят перспективу и в отношении закупки меда у нас вот поэтому будем заканчивать ребят все будет у нас хорошо кому понравилось видео ставьте лайки кому не понравилось палец вниз с вами был александр магазин улей до скорой встречи пока так по скрипту нам сделали подарок в конце выставки вот такие вот классные сильные мешочки так покажи хочу мешочка там вот бутылка шампанского и французский citroen французский citroen с мылом